Автомобилистам вновь ограничат движение. В городе появится памятник Буратино, а у госавтоинспекции начались зимние каникулы. Подробнее обо всем этом расскажет наш корреспондент. Рубрика «Городовой» продолжит эфир. Придется объезжать. В связи с новогодними праздниками в Магнитогорске перекроют участок дороги. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. Прекращено движение транспортных средств по второстепенному проезду вдоль проспекта Карла Маркса. Речь об участке между северной и южной сторонами улицы Правда. Дорога будет перекрыта до середины февраля. Сотрудники ГИБДД идут в гости к детям. Сегодня стартовало ежегодное профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Продлится оно до 8 января. По статистике, во время каникул число аварий с участием детей увеличивается. Цель профилактического мероприятия – предупредить дорожные происшествия. Инспекторы напомнят юным магнитогорцам о безопасном поведении на проезжей части. В период проведения мероприятий сотрудники ГИБДД проведут профилактические беседы с обучающимися образовательных организаций города на тему соблюдения правил дорожного движения при переходе проезжей части, опасности зимнего периода, опасные игры на проезжей части, а также использование световозвращающих элементов. В этом году на территории Челябинской области зарегистрировано почти 500 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 13 детей погибли. Кто доброй сказкой входит в дом, кто с детства каждому знаком. В Магнитогорске появится памятник «Буратино». Планируется, что скульптурная композиция украсит площадь перед зданием театра «Куклы и актера» к лету следующего года. Автором стал магнитогорский скульптор Геннадий Плахов. Бронзовое извояние будет соответствовать оригинальному размеру сказочного героя – метр ростом. Расположится фигура у входа в театр. Еще один подарок учреждению культуры – финансовый. Недавно магнитогорский «Буратино» вошел в федеральную программу поддержки детских театров России. Нам направлено 1,880,000 рублей на укрепление материально-технической базы театра. Мы постепенно это делаем. А что именно мы будем приобретать современное звуковое и световое сценическое оборудование. Хотим, чтобы у нас спектакли были красивые и радовали жителей и детишек. В будущем году театр отпразднует 45-летний юбилей. Отметить это событие «Буратино» планируют с размахом. Разрабатывается большая культурная программа.